И давайте еще раз поприветствуем Андрея Рублева, гостя на следующий столик. Я рад вас приветствовать. Насыщенная программа двух дней. Нужно и на корпет успеть выступить, и на теннис-топ нам заглянуть. Ну и, конечно, мероприятие с твоим участием. Сначала мы говорим о том, что происходило на зимитарении подалеку. То, что было в понедельник, я знаю, что ты с удовольствием принял этот вызов. Как это было? Расскажи зрителям, потому что не все там были. На самом деле было очень круто познакомиться с футболистами и сделать всякие челленджи, всякие какие-то прикольные вещи, как мини-игры. Это было очень весело. Ребята очень дружелюбные, очень хорошо нас встретили. И как-то все было очень душевно, атмосферно. Мне кажется, надо делать такие какие-то мероприятия почаще на разных турнирах, совмещать разные виды спорта. Мне кажется, в этом что-то есть. Я тебя попросу прокомментировать эту фотографию. Что происходит в данное мгновение? Сможешь вспомнить? Кто куда показывает и то, что открывает? Я почти уверен, что в этот момент бил Саша, он попал, если вы знаете, как выглядит танц, он попал футбольным мячом в единицу, но поскольку мяч большой, она перекрывает двадцатку, и он кричит «двадцатка» и мы говорим, что нет, и это очень единица. Окей, ну ты, насколько мы знаем, попал в центр теннисным мячом. Они были прототипами, которые приклеивались. Сколько раз центр в этом? Один из одного. А, потому что повезло. Хорошо. Даград, но сказали, что даже, что и в «Чехарке» мяча футбольного, из «Четверки», «Медведев», «Хачанов», «Чуэль», «Чурублев» именно ты был сильнейшим, так скромно отъедился «нет, нет, все-таки я в теннис больше». Ну, я тоже так думал, что будет все случайно сложилось, удачно, потому что в футбольном мячом, естественно, особенно на «Чекарке», если бы теннисным мячиком, и как-то в итоге переволновался и хорошо от «Чекарки» в футбольном мячом. То есть от волнения можно здорово вырызнуть. А на «Корте» бывает такое, когда волнуешься, но этот драйв тебе помогает? Да, конечно, безусловно. В разных бывают волнения на «Корте» и очень часто, как ты выбираешься на «Обору», это помогает. На «ЮСОПЕН» ты провел 4 матча. Можешь сейчас поделить секретом? Перед каким матчем, может быть, тебя трясло больше всего, если было такое? Ну, это, конечно, было. Перед каждым матчем волнуешься, перед каждым матчем где-то нервничаешь, это нормально. Но как-то каждый раз, когда уже чем дольше до матча, тем больше волнения. И когда уже ближе к матчу подходит, то волнение даже может усиливаться. Но когда уже происходит момент, что он уходит на «Корте», как-то, слава богу, именно там все переключалось, и волнения переходили в такую маленькую стадию, где ты чувствуешь себя как-то друг. Наверное, тогда переходим к следующему мероприятию, которое также состоялось. Было оно в понедельник вечером. Это гала-ужин, на котором Андрей Рублев получил приз в номинации «Прорыв года». И мы рады, что Андрей снова вернулся в топ-50, а он поразил даже в топ-40. Но мы, конечно, знаем, что это не предел мечтаний Андрея, не предел мечтаний наш с вами в относительно выступления Андрея. Лето. Прекрасное лето, когда ты снова в ударе, когда снова идет тот теннис, который ты любишь и хочешь показывать. Победа над Роджером Федерером. Немногие люди побеждали Роджера Федерера. Расскажи, как это было, как тряслись коллегки на матче с Роджером, если опять же тряслись, и как это произошло в Курсе? Ну, на самом деле, я как-то не очень люблю говорить об этом. Что касается волнений, то нет, как вышел на кольт, вообще волнения полностью ушли, не знаю почему, потому что, видно, терять нечего было, поэтому волнений никаких вообще не было. Просто хотел показать максимум, что я на что способен бороться за каждый мяч. Неважно, как сложится, какой счет, просто постараться в каждой очереди, как это последнее. И в итоге как-то все очень удачно складывалось. Прям, не знаю, прям, видно бородой, все сложилось в мою сторону. И единственное, да, когда уже второй сет начался, и в середине сета я сделал брейк, то как бы начинают проходить мысли, что что-то не то, сет и брейк, и вот-вот, вот и победа, и начинают уже, ты не можешь в это поверить, уже начинает все крестись. И как-то в этот момент старался не смотреть ни на свою команду, ни смотреть на фейдш, что это Федерер, просто думать, что счет совсем другой, я не выигрываю, а там даже проигрываю, стараться этого играть и держать, и просто играть так же очко за очком. И это скорее даже первый матч, который у меня получился от начала, когда я задал планку точно так же и до конца его провести. Ну, и как-то все хорошо закончилось. Ну, тогда про «Галлоружу», непосредственно, как было это мероприятие, как тебе оно, и вообще номинации, я уверен, что организаторы держали в секрете до самого конца, и давали приятные наживы, но как все произошло? Ну, на самом деле, каждый год очень хороший «Галлоружу» на турнире, немногие турниры делают такое, поэтому всегда как-то приятно, и всегда очень все хорошо на нашем уровне проходит. И я думаю, они в этом году добавили что-то от себя, придумали из-за нас, и то есть, как-то, как я не знаю, что никто к этому серьезно не относится, но «Галлоружу» дали папу, что папа можно, и мы такой нам нас им дали, поэтому к этому поле все с ним, наверное, относятся. Но все было хорошо, и был хорошим качеством. Юмор продолжился и на пресс-конференции. Карен здесь нам вчера сказал, что Андрей Рубьев готов будет помогать сыну с пастором из них, и Андрей тут сказал, «Да что сыну, да и с Кареном справлялись, и с Кареном справимся и с сыном, но проблем не будет». Окей, ну, мы, наверное, потихоньку переходим к нашей рубрике «Сикрет и Таск», но перед этим я задам тебе один вопрос. Андрей Рублев, фамилия Рублев. Когда появилась, да погоняло Рубль, кто делает пену? Назвал ли вообще? Нравится тебе? Тебе это или напрягало? Потому что все уже ссыкли с этим. Ну, на самом деле, не знаю, еще про многих им было бы называли «Рубль и Рубль». Сейчас, когда в Испании, они Рубль не говорят, они не могут, они больше Рубль не могут. Поэтому, как бы там можно больше Джейми звать? Окей, но мы тебя не будем Джейми звать, мы с тобой поиграем в секретное задание. Мы подготовили валюту разных стран. Больше всего Рублев, это... Рублев. Рубль – это национальная российская валюта, и сейчас прошу внимание на экран. Андрей, значит, он показывает валюту, ты должен договорить, какая страна. Ну, здесь, надеюсь, просто австралия. Так, а как концы в Австралии? По надписи. Надо было выложить на надписи, окей, не обманешь. Дальше. Я думаю, здесь все с нами ответить. Ну, давай, давай. Евро. Евро, отлично. Евро, отлично. Украина. Он ищет надписи. Он ищет надписи, поэтому не обманешь. Окей, дальше. Гриб, да? Это... Ну, почти фамилия написана. Смотри, даже буквы ЙО. Не знаю. Правда, или задача? Подумать, но чуть-чуть. Белорусские. Да, отлично. Белорусские рублики дальше. Надо найти страну. Такая есть? Есть такая страна. Я уверен, что такой нет. Нет, или нет. Ну что, есть? Подскажите, Андрей. Не знаю. Лимбабе. Проверка на зрение для сотрителей. Окей. Дальше. Это наши. Наши. Наши родовые. И дальше. Посложнее. Правда, страны нет? Есть знаки опознавательные. Там где-то наверху указан Хорватия. Отлично. Хорватский динамик. Ну давай, последний. Канадский доллар. Аплодисменты Андрея Рублева. Первым. За обратное, что появился на армитурном линии. Помогли? На зрение хорошее. То есть, там рядом. Все четко. Теперь. У нас для тебя еще одно задание. Такой некий челлендж. Вот у нас коробка. Вы все, наверное, думаете, что же у этой коробки. Я разворачиваю чуть-чуть для зрителей. Твоя за... Здесь семь предметов. Твоя за... Опускаешь руку, не смотришь. На ощупь как-то щупаешь. И потом пытались угадать, что же у нас в этой коробке. Так, все. Смотрите, вам видно? Ладно. Не смотри, не смотрим, два на ноги. Так, поехали. Это резина массажного мяча. Массажный мяч. Гостовая показывает всем. Демонстрирую. Отлично. Не смотрим, не смотрим. Не оборачиваюсь на экран. Вы ведь не подсказываете. Я уже не видел. Воланчик лучше забрать. Воланчик забрать. Заберем воланчик, он к теннису не имеет. Никакого отношения он улетит. Дынишь. Так, так, достаем. И смотрим правильно? Нет, нет. Нет? Конечно, нет. Какие дыни в Питере в сентябре, правда? Кокос. Кокос? Не знаю. Что, давай, наставай. Ну, все-таки первый раунд, ну, правда, маленькая такая, да? Ну, и ручь, что ли? Да? Ну, и ручь, что ли? Настоящая дыня. Никогда не видел таких дын? Нет. Ну, короче, там, где живет, тренируется Андрей Рублев, ты где в Тейра сборишь. Теннисный мячик? Ну, это теннисный мячик с автографом Андрея Рублева. Это просто сразу получит тот, кто задаст лучший вопрос сегодня. Это мягкий мячик. Да, что там за мягкий мячик? Мягкий мячик. Ну, да, мягкий грушный мячик. Абсолютно верный. Ну, осталось два бритмета, да? Честнее сломал. Что-то он сломал. Что это? Это реквизит, да? Оказался бракованный, поэтому... Окей, сам нормально. Слива, слива это была. Все, или еще... Нет, еще один где-то там, где-то там. Он сломается или нет? Ну, если ты будешь со всей силы как-то сжимать... Бейтфонг. Бейтфонг, мячик Бейтфонг, абсолютно верно. Афракменты, Андрей. Есть на сливе? Есть на сливе? Так, сейчас у нас сложим. Есть наш реквизит. По-моему, он отличный. Да, да? Со сливой сырой. Со сливой, да. А любишь нашу сливу, да? На корте, кстати, когда играешь в бананы, все привыкли видеть бананы. А сливу... Не, в жизни, я тут слух уже. Да, в жизни Андрей Луков уже не ест бананы, а сливу можно съесть на корте. Можно, если есть желание, так мне кажется. Но желаний нет, потому что туалетный пиры будет больше жизни. Да, да? Да, и руки мы все... Слушай, если не выпьем. Окей. Едем дальше. Теперь мы приступаем к вопросам, но сначала у нас есть некоторые фотографии. Нет у нас фотографии? Ну, тогда нет. Служба. Окей. Да, я хотел показать фотографию, где... Давай про тестовую поговорим. Все-таки ты говоришь, что теннисный мяч, по сути, ты взял в руки, но у тебя семья спортивная, теннис-теннис. Взял в руки, чуть ли не когда-то первые шаги начал делать, даже раньше, наверное. Уже лежал в пеленках, а уже мама подкладывала теннисный мяч. Вот можешь вспомнить момент, когда пришло это осознание, даже, наверное, сначала, как это выглядело, да? Потому что, как правило, детские воспоминания, они не то чтобы прям очень-очень яркие, как те, которые можно вспомнить. И когда уже затем во взрослом возрасте понял, что вот теннис – это мое? Ну, на самом деле, понял еще в раннем, в раннем возрасте, что теннис – мое. Ну, на самом деле, действительно, я как вырос, что, поскольку мама была тренером, то, можно сказать, в коляске лежал на порте рядом, поэтому уже сделал первые шаги там. Мама рассказывала историю, что один раз она купила игрушек мне много, ну, не знаю, много-немного, и разложил их крат, чтобы я как подплоск к любимой. И свои вещи, и с работы, и ракетки, и в итоге, и футболской ракетки. То есть, я не знаю, насколько это правда или нет, может, это только мне придумали легенду, чтобы я себя увереннее чувствовал. Мое воспоминание единственное, что касается тенниса, я помню, поскольку папа был боксером, дедушкой был игреем в Каримске, и бать-боринг. То есть, когда они меня брали с собой, то в зал, и то я хотел быстрее уже уйти, хотел, ну, как-то не нравилось, хотел быстрее уехать, и если даже вставляли остаться, то я отвернул быстрее, мне уже прошло время, чтобы уехать. И только, когда меня привозили на теннис, это единственное то, где я даже не замечал, что день прошел, и еще сколько-то времени, то есть, и поэтому всегда, когда меня привозили туда, я говорю, нет, давайте уже быстрее поехали на теннис, и помню момент, что мне нравился теннис и футбол, и я хотел играть в футбол тоже, и как только мне сказали, что если ты хочешь играть в футбол, то это придется чуть урезать теннис, поскольку ты будешь еще ездить в тренинг к футболу, и будет меньше тенниса, и больше футбола, то я когда-то представил, что как это, будет не целый день теннис, и чуть-чуть футбола, а будет половина-половина, и я сказал, что, ну, как бы, в голове, я сам себе сказал, что не, я не готов полдня всего лишь в теннисе играть, тем еще играть больше, не помню, может, лет пять, я не знаю, и все, и с тех пор вопрос, какой вид спорта простоял. То есть, футбол все-таки надеяли на гастром арене не зря, ты понимаешь, что все-таки футболом... Ну, я увлекался, но не занимался, то есть, когда пришел момент, когда давать какую-то группу, когда я уже ныночно хочу играть в футбол, хочу играть в футбол, то я сам себе ответил на вопрос, что нет, я не готов меньше тренироваться по теннису, то есть, я готов быть без футбола, но не готов быть без тенниса. Мама известный теннисный тренер, она является твоим первым тренером, да? То есть, фактически, она тебя привела на код, она тебя поставила, она едва в пиракет, то есть, она играет в футбол. Но когда вот произошло такое разделение твоего и мамы, потому что все-таки, наверное, больше может быть этот вопрос, скорее играть в футбол. Наверное, ей все равно тяжело, потому что это ее ребенок и одновременно спортсмен, который потенциально может добиться чего-то больше. Да, безусловно, и я думаю, ей очень тяжело, особенно сейчас, когда она столько времени провела со мной, столько вложила, и сейчас, получается, я уже как-то немного сам по себе, безусловно. Я думаю, каждому родителю тяжело. Вот, ну, как бы, какая жизнь, не знаю, как сказать, с этим все сталкиваются. Здесь, главное, наверное, какое-то, знаете, понимание тяжело. Вот все через это проходят, поэтому каждый через этот проход по-разному. Главное, чтобы все равно находить сразу понимание. Наверное, еще один вопрос у меня, перейдем к вопросам от зрителей. Я знаю тебя с юношеских лет, юношеский чемпионат Европы в 2016, и тогда, в принципе, и с течением времени проявлялись все-таки эмоции на корне. Порой где-то может быть негативные, где-то ветер мешает, не туда забудет ветер. Вот вообще отдельные песни для Андрея. Но со временем, начиная казаться, и надеясь, что все-таки это прекрасно действительно так, что то, что ты взрослеешь, это однозначно. То, что с этими эмоциями ты научился справляться. У меня, например, от отца является твой матч против Нига Киллес на Юльсопон, когда просто все эмоции кажутся, что ты погасил, и просто на то, что с пониманием надеялся. Чувствуешь ли ты, что вот этот, возможно, негатив, который ни с лучшей стороны красит, а не не станет? Что сейчас из них научился справляться? Ну да, раньше эмоции вы понимали. Я сам по себе очень эмоциональный, поэтому, наверное, это хорошо, если это направить в правильную сторону, что не получалось у меня, потому что я как раз-таки негативно все это превращал и сам себя закапывал. Вот. И, понятное дело, я всегда не понимал, но понимать – это одно, а выходить и контролировать – это совсем другое. Поэтому потребовалось очень… Ну, приходил тогда без возраста, с пониманием, с пониманием всего. Приходило тут на прогресс, спокойствие, и даже до сих пор я еще все равно эмоциональный. То есть, если сравнивать какие-то матчи, как с Хирписом, которые были туда, там все получилось, просто удержать себя, не показать ни одной эмоции. Но все равно какие-то матчи, даже следующий матч, где чуть-чуть там, вроде, если посмотреть по телевизору или в «Живу», то, кажется, я даже ничего не показал. На самом деле, я показал маленькую эмоцию, и это уже стоило мне полтора сента, потому что уже на топовом уровне это не прощается. Там уже любой выплеск эмоций сразу, сразу тебе есть, как сказать, сразу против тебя работает. Поэтому где-то может еще прокатить, когда ты играешь с более неопытным или более… чуть-чуть похуже рейсинговым игроком, ты дал чуть-чуть более эмоции, но все равно выиграл. Но уже с такими добрыми игроками, как на «Дальфе», «ДНР» и так далее. Если бы чуть-чуть показал эмоции, то все, сразу они это используют и очень умело используют. Друзья, переходим к вашим вопросам. Пожалуйста, у нас локопон. Да. Первый вопрос. В какой период в вашей жизни было комфортнее всего? Может быть, когда вы начинали с 20 или на более персональном уровне? На самом деле все периоды очень хорошие. Каждый класс у нас начинали с 12 лет до 14. Ты что-то новое знаешь. Даже до 12 лет ты начинаешь ездить по России, по каким-то сильным турнирам. До 14 ты начинаешь ездить по Европе, играть с другими ребятами, заводить друзей. Потом начинаешь до 18 лет уже ездить по миру, уже какой-то мини-мировой рейтинг есть. Какие-то мини-йонские, большие шлема. Любой период, он особенный, любой период хороший. Везде стараешься наслаждаться. Поэтому нет такого, где больше сложилось. Всегда это любой возраст приятел. Второй вопрос. Может, после победы, как вы себя, может быть, как... Не знаю, как вы хвалите себя после победы? Наоборот, наказываете, когда проедете, например, идите в Славку или что-то. Вообще после побед? Или после какой-то победы? Или вообще? Нет. То есть как? Можно детали рассказать. Можно рассказать один конкретный матч, когда ты просто взял торт и съел его. Нет. Ну, такое часто бывает. Особенно проигрываю, что... Ай, все, пойду на физколы. Полы? Вот. А когда выигрываю, наоборот, стараюсь делать все то же самое. То есть, не знаю, каждый турнир, что-то по-разному. Пойти в тот же ресторан, по-ужинам, пойти, не знаю, в ту же душевую кабинку. То есть, как-то тоже настроение поделать. В общем, не обращайте внимания. Чувствуете, что Ромеля, да? Накануне я Карен говорил, все, уже не хожу в ту же кабинку, ничего не делаю. Вот же так делились. Пример, например. Ну, а во время матча думаешь о том, что 0,2% горишь, допустим, на большом члене, и... О, скоро Кокупова. Хочется испариться просто. О, скоро Кокупова. Следующий вопрос, кто хочет задать? О, вот руки вижу. О, скоро Кокупова. Музыка Я не настраивался на тренировки, так что можешь спокойно наслаждаться и не обращать на это внимание, потому что еще поменяется все сто раз. А что касается уже, когда взрослый, осознанный, то, наверное, уже на этой работе, любовь к теннису, мотивация, стать лучше, конкуренция какая-то, не знаю, что больше это. И это дальше уже не важно, хорошее настроение или нехорошее, это уже как автоматом идет. А если когда в твоем возрасте, то ничего страшного, можешь пока просто наслаждаться и не обучать вниманиями. Главное не журять ракетикой. Следующий вопрос. И еще, а какая у вас была самая важная победа, когда вы подростков или детский постик запомнили, или вот, пока что нас играли очень хорошо, вот детский, когда мы играем как рост. Никогда сложно? Да, на самом деле много таких было побед, потому что, я помню, я играл маленький, даже с ребятами, которые были на 4 года старше и выиграл какие-то матчи еще по детям, играя 3 часа. И это место тогда было уже особенным, то есть, нет такого, очень много вспоминаний. Тот же инионский большой шлем, который смог выиграть, нет определенного одного матча. Есть какие-то, везде какие-то есть матчи, где особенные были на данном этапе, особенные матчи. Андрей, добрый вечер, я хотел бы узнать у вас, скажите, пожалуйста, если взять трех топов, да, Рафу, Жока, Меча и Роджера, против кого самое тяжелое играть, против, может быть, Наталья или КНР? Невозможно просто. Я бы сказал, что если брать именно эту тройку, именно мне, наверное, против Наталья. Потому что у него, так сказать, мне очень, так сказать, сильно, наверное, нереально удивляет в хорошем плане. Это, наверное, то, к чему надо стремиться, когда у него это есть. Это есть у всех этих трех людей, но у него это прямо ярко выражено. Он очень часто играет топов, очень часто. Особенно в начале турниров он может вообще не попадать в прямом смысле слиппорта. Он может бить, особенно трех, он может бить 10 метров аут, 20 метров аут. И кажется, что это надо или как такое возможно, и он просто не попадает. Но как только он выходит на матч, играя даже в самый худший теннис, ему этого уровня хватает, как минимум, дойти до 0. Он в большом турнире до четвертого финала, пока он не встретится с какими-то другими топ-игроками. Но вот этого плохой, так скажем, игры ему хватает всегда на уже на конец турнира. И это нереально круто. То есть это то, к чему надо, наверное, каждому игроку стремиться. Уметь быть настолько психологически сильным, что даже играя в свой самый худший теннис, но здесь все равно выигрывать и показывать результаты. То есть это что-то особенное. Спасибо, Андрей. И один короткий вопрос, вашего позволения. Скажите, пожалуйста, как вы останавливаетесь после долгих 4-5 часовых матчей? Я вот как любитель играю, допустим, 3 дня, может 3-4 часа, и уже эти филоноги садятся, пойти футболисты на всех этих матчах. Ну, это же работа идет. И, как сказать, это же идет работа с подросткового возраста. Подготавливаешь свое тело, подготовиваешь себя физически, выносливость. Это же не в час, а это же идет уже лет, сколько-то назад, когда я это начал делать. То есть постепенно, постепенно, поначалу, там, не мог играть и 3-х часов, либо после даже сыграя, я уже всю неделю лежал. Потом это переросло, что могу играть 3 часа 2 дня подряд. Потом это переросло, что уже 4 часа могу играть матч интенсивный, полностью не сбавляя темпа. То есть это все постепенно, постепенно. С годами все приходит с физикой, с выносливостью. И восстанавливается банально. Всякие массажи, растяжки, ледяные банны. То есть никаких каких-то секретов нет. Больше это, как сказать, идет подготовка ранее. Чтобы подготовить уже ребенка к тому уровню. Это все захватывается заранее. Спасибо. Друзья, у нас последний вопрос. Все-таки рядом мы дали микрофон, да? Полно, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей. У меня вот такой вопрос, один серьезный. А другой такой. Я как-то вам уточню. А есть у вас какой-нибудь кумир среди российских? Кумир? Кумир? Да, да, кумир. Может, какой-то, который закончил кумир? Ну, да. Марат. Динары Сафиной. Был все детство и сейчас с ним восхищаюсь. Не знаю, какой-то особенный. Ты просто на него смотришь и уже как-то все по особенному. А когда он еще что-нибудь скажет, то это прям сразу, не знаю, большое уважение сразу. Хорошо, спасибо. И такой вопрос. Вот, я не знаю, может, есть ли у теннисистов, например, какая-нибудь бельная детка? Может, или она, допустим, среганилась у вас? И если, допустим, есть ли на 20-е висит? Есть ли какой-нибудь ими, допустим? Нет, этого у меня нет. Спасибо. Первая ракетка разбита. Я думаю, она разбита уже где-то лежит. Спасибо. Помойки. Так, друзья, спасибо. Андрей, давай выберем лучший вопрос. Хочешь, может, какой-нибудь вопрос? Вопросы? Ну, давай детям. По-честному. Наверное. Там у меня что-то надо? Это уже. Материалит. Спасибо. Друзья, давайте поблагодарим Андрея Рублева за то, что пришел. Сейчас мы сделаем подмежные... ... ...